Гармония. Друг с другом. Мы получаем энергию из пространства, мужчины берут у нас, мы им отдаем. Если у нас будет слишком дохера энергии, мы будем разрушать. Останем просто все разносить вокруг. Я такие женщины знаю, у которых энергия гигей, мужика там по несколько лет нет, и они реально разносят все на своем пути. Прямо как фура несется, блин, и все сносит. Да, Ваня сам активный. Шельф не видите на белом. А зачем обидеть? Я же читаю вопросы, собственно, на них отвечаю. Вернулись, да. Там вначале я уже ответила, солнышки, вот так что-то долго как-то подключались. Нет, из жопы получают энергию. Ну, да, там этот штекер туда входит, понимаете, насчет жопы-то. Здесь правы, конечно. Во время секса мы даем очень сильно эту энергию. Иногда вампирят. Ну, не только анально. Девчонки, есть анально. И вагинальный, секс, оральный. Да не важно как. Такой бред несет. Ольга, ну главное, что вы такая умная женщина сидите. Вот я за вас очень рада. Ты вот прям очень умная. Счастливая, видимо. Так поделитесь, Ольга. То есть ему нужно к вам тянуться. А это труд. А нахуй мужику, который привык ни хера не делать, трудиться. Его устраивала баба, у которой висела жопа, висели сиськи, был целлюлит. Ему все было хорошо. Он мог говорить, что ты так себе скромно выглядишь. Ну, короче, херово ты выглядишь. Ну, я тебя так люблю. Нахуй, да. Но это чуть попозже. Пока не могу так жестко. Нафиг тебе еще этот спортзал. А теперь он видит, что так, конкуренция стала появляться. Вы представляете, у мужика, у которого все было прям ровно, гладко, шифтокрыто, которое баба иногда давала, у него там комплексы были, он, он, я об этом говорил. А тут она вдруг смотрит в зеркало. Она, вот вы сейчас хорошо написали, я стала лучше выглядеть. Правильно. Вы стали лучше выглядеть. У вас самооценка другая. У вас вообще изменились. У вас энергетика поменялась. Не люблю шипиться, нет. И тут ему, блин, снова работать. Снова добиваться. И мало того добиваться. Еще держать вас при себе. Да ну нахер, блин. Представляете? Вот, как говорится, если он нервничает, знаешь, вы на верном и нужном пути. Лучше бы каждый так. А что-таки красотка моя куда-то делась обесценивающая. В красном платье изящно, идеально сидящая на стуле, а? Ангел мой, куда вы? Вот я вам вопрос задала, а вы мне так и не ответили. Я-то на ваш ответила. Вот так сидящая на стульчике в красном платье. Что-то там херню говорящая. Аден. Помада Аден. Вот, следов не оставляет. Угу. А если дети, то все повязано. Вот по поводу неравных браков. Девчонки, вот мне сегодня женщина писала. Очень интересный вопрос она мне задала. Сейчас поделюсь. Она, по-моему, что 12 или 13 лет у них разница с мужем. У нее парень, муж моложе. И она говорит, Марина, я чувствую, что я как та самая Лолита Милявская готова отпустить. Вот. Правильно ли это то, что вот разница? Напишите пост про возраст. Да нет, не это красное платье. Вы на велосипеде. Там другая сидела на стуле. Когда-то и пасту она сделала, блин. Потому что что-то она вот как-то... Опускала уже до конца меня. Я не люблю, когда на полусловие. Вот это... Перзнула ее, шла, блин. Это некрасиво. Нормальные женщины до конца ведут свой диалог. Пуговицу одну, пожалуйста. Иван, я вас умоляю. Что вы тогда пристали к моей пуговицам? Вот. И по поводу неравного брака, возраст. И пишет, она переживает то, что он хочет отпустить. А тоже для меня такая фраза, блин, странная, а? Если бы ему надо было, он бы ушел. Понимаете, что интересно? Ведь что-то же держит. Держит. Сто процентов. Нельзя просто так взять и держать или отпускать. Человек, у которого все, грань, терпение лопнуло, там, пришел к какой-то грани, свою жизнь прожил с этим человеком, он реально сам уйдет. Он сделает все для того, чтобы уйти. Поэтому если вот есть у кого-то, у девчонок, а я знаю, что у вас много таких вот неравных отношений в плане возраста, прям, ну вообще, откровенно скажу, мужики бы так переживали. Ой, Мариночка, привет, Юльчик. Да, как духовный врач. Ой, Мариночка, вот я тут с женщиной встречался, с девушкой, она моложе меня на 20 лет, Марина, понимаешь? А я чувствую, что она настолько охуенная, что готов ее отпустить. Вот, ты думаешь, это правильно? Хер бы хоть один мужик такое бы сказал. Вот хер. Он пойдет, еще одну такую любовницу заведет молодую, и третью любовницу заведет молодую. А мы все ищем. Ой, как бы от него правильно, грамотно уйти, чтобы мужчину не обидеть, не оскорбить. А женщины, представляете, насколько мы, да? Марин, может его отпустить? Блин, насколько он с разными отношениями, конечно. Врач Белом, да. Ну, все, привет, девчонки. Книжки свои, кладите. Будем лекарства выписывать. Всем сегодня пили ульки вот такие. Капли зеленина, понимаете? Вот. А кто сказал, что... О, Ирочка проснулась. Много не бухает, завтра надо быть красивой. Тетя, а у нас завтра во сколько? Три, да, встреча? Девчонки, на самом деле, я не могу сказать, что у нас с Валерой идеальные отношения. А последний год... Да нет, я пишу, что-то год. Что-то я, блядь, зарапортовалась. Последних много лет у нас вообще странные отношения. Но я же хочу их видеть идеальными. Я поэтому их видела идеальными. А на самом деле они не совсем идеальные. Это просто Курпатов, ну, не знаю, девчонки. Я с ним не общалась лично, я ничего сказать не могу. Валера живет на даче. Вот я же ничего не скрываю, не вру. Валера живет на даче. Я живу в Москве. Валера в ссылке за проделки такие, непростые проделки. Настолько серьезные проделки, что его хочется лопатой ебнуть по голове, если честно. Вот, ну, это у меня такое вот прям... Я хоть и спокойный человек, выносливый, там, сдержанный, но я его ебнула бы лопатой несколько раз. А когда очнется, еще бы несколько раз. Вот, ну, вот мы сейчас с ним в стадии выяснений, какой лопатой его бить. И если что-то решится, я вам сразу расскажу. Вот, не буду врать, ничего там, скрывать не буду. Мне там говорили, Марина, а почему вы тут про мужа не говорите? А что, типа, вы уже развели... Нет, я не развелась. Я не развелась, но я готова к этому, и очень серьезно я настроена, потому что есть некие моменты, которые меня вообще априори не устраивают. Вот прям, ну, совсем. Да, эх, Валера, Валера, вот именно, накосячил. Карпенко, если вас обманывают, это не говорит о том, что... Или нет, я вам даже по-другому скажу. Если вы обманываете, это не говорит, что все вокруг вас лжецы. Это как в своем глазу бревна не видно. То, что человек, который обычно что-то делает, творит, он проекцирует на других людей. То есть мы же смотрим на мир через призму своего внутреннего мира. И вы такие, ну, чистой воды лжецы, которые приходят и говорят, а ты обманываешь. То есть я сразу для себя делаю вывод, с вами опасно иметь дело. Ну, то есть не то, что опасно, а нет смысла. Потому что, ну, то, что вы будете мне пиздеть, врать, и то есть это не мое. Понимаете? Поэтому тут тоже себя не полите. Во мне все ли его устраивает? Нет. Нет, конечно. Если бы все устраивало, то у него бы не было ко мне вопросов. Вот. У него много. Мало того вопросов, он еще меня пытается как-то кольнуть, там, задеть. Девчонки, поверьте, я такая же женщина, как и вы, как и многие из вас, которые проживают с мужчинами, там, неважно какого возраста. Мы с ним не то, что одинаковые по возрасту. Мне иногда кажется, что он еще младше меня. Как ребенок себя ведет. Ну, тяжело тоже, блин, такое великовозрастное дитя на себе тащить. Эмоционально тяжело. Вот. И он пытается кольнуть, задеть, там, желаемое выдать за действительность или наоборот. То есть, ну, такие вот игры разума со мной ведет, какие-то ненужные совершенно. Потому что семья – это не игра разума, это не игра. Семья – это семья. Это должно быть просто, должно быть спокойно. Как-то ты приходишь и отдыхаешь. Без нагрузок, без выяснения отношений. Я не человек, который выясняет отношения, вообще их никогда не выясняю. Мне неинтересно. Ни в работе, ни в дружбе, ни в семье я их не выясняю. Вот есть там какие-то да, да, нет, нет правила, все. Все остальное – это, ну, не ко мне. Абсолютно верно. У каждого своя судьба и жизнь. Я с вами полностью согласна, но надо тоже на 100% понимать, что, значит, ваша жизнь и ваша судьба. Может, очень частенько путаем свою жизнь с чужой. Начинаем жить чужой жизнью и считаем, что это наше. Вот, а там, а там, а здесь, а это же меня касается, значит, это моя жизнь. Нет, ваша жизнь – это только ваша жизнь. С Верочкой, да, до сих пор сплю, кайфую. Хотя она и без меня спокойно спит. Я вам больше скажу, я иногда прихожу домой, они вообще все в отключке, дети. А я захочу, к Верке пойду, лягу, обнимусь, посплю. Хочу к Ирке, хочу к Юрке. К Юрке реже всего, он мужик все-таки уже как-то мне стремно. Бабы – это бабы. Кто я по знаку зодиака? Ален, у меня 23 октября день рождения, я с близняшкой, с близняшкой у нас день рождения, в один день, разумеется, мы летим в Париж. Гучи очки. А я сразу лезу драться, ну, вы, блин, боевая женщина. Ну, это ваш характер, вы другой не будете. И надо понимать, что ваш мужчина будет рядом с вами именно такой, который вас примет. Именно вот с этими всеми приколами. Это нормально, не меняйтесь. Не нужно. Будьте естественными, настоящими. Вот отменяться – это для меня лицемерие, чистой воды, не нужно. Как-то родителям сказать, что моя жизнь – это моя жизнь. Мне 37, замуж, живу отдельно. Но вы попробуйте своим родителям подсказать, как им нужно жить. Понимаете? Вот просто подскажите своим родителям, как им нужно жить. Или намекнуть, что «Мам, ты, конечно, мне извини, или папа?» Еще папа тоже любят очень воспитывать. Вот давай-ка ты полностью возьмешь меня под свое обеспечение, меня, моего мужа, мою семью, и потом будешь учить жизни. Давай? Вот, а что нет, когда-да? И потом пацан написал палец. Ну, Иван, ну, блин, замуж выходи за меня. Я замуж вообще не собираюсь. Я еще вот так-то на минуточку замужем. Чувствую себя идиотом. Ой, знаете, такие манипуляции прятные, Иван. Не чувствую себя идиотом. Не удели мне внимания. Ля-ля-ля, тря-ля-ля, блин. У меня, я могу внимания по-разному уделить, знаете. Я считаю, что если я вот нах пошлю, это тоже внимание уделила. Причем очень сильно. Да не 1500 человек, это то, что вы видите. А на самом деле будет около 5 или 10 тысяч человек, когда я выйду из эфира. Это ежесекундно происходит. Вот это 1500, которое не выходит из эфира вообще. Марин, 37, боюсь остаться одна в разводе. А одна в смысле вы помирать собираетесь или чего? Девочки, 37. 37, у вас все только начинается. Вы не молодая девочка, 20 лет, такая глупенькая, да? Вы уже взрослая, умная женщина. При этом охеренно сейчас, ну вот, 38 лет. Я сейчас себя люблю еще больше, чем 22. Честно, я вам искренне скажу. Я более уверена, я более, я знаю, что мне надо. У меня есть там цели, о которых я не стесняюсь говорить. Ну, то есть, сейчас жизнь принадлежит мне на 200%. Раньше я думала, что кто-то должен что-то сделать. Вот я вот сейчас выйду там замуж, кто-то... Да нихуя никто вам ничего не должен. Все в ваших руках. 37 лет, молодая, красивая женщина, которая наконец-таки будет жить. Чего вы боитесь? Да неважно, то, что вы развелись, вас бросили. Я не знаю, вы кого-то бросили с детьми или нет. Поверьте, когда вы начинаете жить, именно жить жизнью, своей жизнью, на полную катушку, дышать полной грудью, вот тогда у вас она появляется, эта жизнь. У вас все двери начинают открываться. А пока вы живете прошлым, страдаете в этом ебаном прошлом. Психологоды, да? Ебаное прошлое. Пока у вас там дештальты не закрыты, пока вы не находитесь здесь и сейчас, вы убегаете вперед, там начинаете страдать впереди. Вы поймите, вы здесь и сейчас, вы со мной разговариваете в эту секунду, у вас жизнь сейчас происходит. То не вернуть. Будущее, возможно, не заглянуть. Никто не знает, как у вас будет завтра. Здесь и сейчас живите, бля, получайте удовольствие сейчас. Надо что-то сделать, делайте сейчас. Надо что-то изменить, меняйте сейчас. Надо, вот вы хотите что-то, вот хотите завтра улететь, да? Вот мне вот, пишу, девчонки, напишите, что вам для счастья надо. Заебали вы мне своим здоровьем. Вот честно, вот просто здоровье, здоровье всем моим близким, здоровье. А ваши близкие думают об этом так же? Эти же близкие пиздюки будут болеть, вами манипулировать, чтобы вы прыгали все с бубном, вокруг танцевали и плясали, чтобы им уделяли внимание. Тупо манипулируют вами. Не хочешь жить? Иди нахуй помирай. Все, не еби мне мозги, иди помирай. Не хочешь? Все, нахуй с пляжа. А я хочу, блядь, на Бали полететь. А я хочу полететь в остров. Я хочу мир вообще увидеть. А вы сидите и думаете о том, чтобы ваши близкие не болели. А ваши близкие думают о том, что вы хотите, а? Что вы хотите быть счастливой. Вот и просто скажи, зай, заебало болеть? Будь ты здоровой уже, чтобы я могла что-то другое пожелать, а? Чтобы я помимо твоего ебаного здоровья, которого ты сама себе не хочешь, хочешь сдохнуть со всеми дебильными мыслями, могла пожелать себе что-то другое и сделать это, прийти к этому. Вы понимаете, у каждого из вас, мы же рождаемся счастливыми людьми для того, чтобы быть счастливыми. У нас много чувства и эмоций. Это ненависть, это гнев, это злость, это агрессия. И мы выбираем почему-то все вот эти деструктивные. Деструктивные вместо одной счастливой. Быть счастливой. Почему? Потому что они очень яркие. Счастье-то же такое, мы же, если вспоминаем, всегда говнище какое-то вспоминаем. Дерьмо какое-то вспоминаем. Он там. Я таких людей много знаю. А кто-нибудь вспоминает счастье? Вот при разводе люди говорят о какой-нибудь говне, дерьме. А они не говорят о том, как им было счастливо и охуенно до того, как они поженились. Вот мы разводимся, но мы вспоминаем, как нам было хорошо. Нет, они говно начинают лить. Понимаете, в чем прикол? Будьте счастливы. Ведь это так просто. Хочешь быть счастливым, будь им. Забейте на всех, проявляйте иногда вот такой эгоизм. Не эгоцентризм, а именно эгоизм проявляйте. Здоровый эгоизм. Полюби врага своего, как самого себя. А классно, да, фразочка-то? А? А знаете почему? Вот в чем секрет-то весь? В том, что хуй вы себя полюбите. Вы же врага будете ненавидеть, разумеется. Вы себя ненавидите. Вы ненавидите всю свою жизнь. Любите себя. А вы же не поймете, что такое любить вообще кого-либо, потому что вы себя не любите. Любите себя. У вас есть желание полететь на остров. Что вас держит? Ой, у меня много дел, много работы, много проблем, а у меня муж не отпустит, а у меня мама болеет. Опять, одни вокруг, блядь, манипуляторы. Вам жизнь дана, один раз, один долбанный, гребаный раз. Ну, используйте ее. Ну, по назначению используйте. Жизнь, чтобы жить. А мы живем и думаем, как мы будем помирать. Мы живем и думаем о болезнях. Мы вообще не живем, но мы уже помираем. Ой, я боюсь заболеть, онка. Ой, я боюсь, что что-то с моими близкими случится. Ой, я боюсь, что все болеют, болеют, кругом болеют, заболеют. Схуя ли это? Вы когда-нибудь видели счастливых людей? Вот прям счастливых, реально, искренне, чтобы они болели. Ага, сейчас. А знаете почему? Потому что им некогда заниматься, им нет для кого болеть. Им не надо выдавливать из людей эмоции, для того, чтобы там заявить о себе. И мы так заебца. Они берут, летят, путешествуют. Знаете, какой-то непростой путь, на самом деле, был вот к этому осознанию. Очень сложно. И поболеть пришлось тоже много. Как и все, знаете, поболеть там, попереживать, попиздотродальничать за любовь, за отношения, еще за что-нибудь, блин. Вот. И когда я осознала, что есть счастье, свобода, хотя вы сейчас можете мне рассказывать, ой, Марина, счастье у всех свое. Согласна, да? Кому-то пиздотродальничать. Так вот вам еще раз ответ. Если вы хотите счастья всем, то вы задайтесь вопросом, а что есть счастье для тех людей, о которых вы так переживаете? Может быть, они счастливы в своих этих болячках? Может, они счастливы в том, что у них вот эти вот беззастрадания душевные происходят? А вы херак и пришли там им жизнь менять. Понимаете, у всех счастье-то разное. Ой, 22 минуты, еще один эфир заканчивается. Господи, как мы быстро их проговорили. Что я хочу сказать? А что про меня нет? На нет и слов нет, вот вам и про меня нет. Что я хочу вам сказать, девчонки, вот искренне. Любите себя, любите свою жизнь, полюбите ее настолько, чтобы она действительно поверила в вас и полюбила вас тоже на 100-200%, и дала вам все, что дано вообще человеку. Потому что человек, мы же настолько себя ограничили. Капец, блин, что же даже жалко. Плохое слово жалко, жалость, это, конечно, мерзкое чувство. Это значит опустить кого-то, опустить вас. Если проявлять жалость, это значит вас уже опускать. Некрасиво, нет. Надо восхищаться. Вот восхищаюсь вами, что вы со мной откровенны. Откровенны, что пишете свои вопросы, что глубокие темы поднимаете. Потому что так в прямом эфире искренне поговорить очень мало удается, и мало кто будет вообще о своих проблемах говорить. Спасибо вам. Спасибо. Прекрасного пятничного вечера. Разумеется, если получится, я еще выйду в эфир, но не сегодня. Сегодня нет. Завтра-то, может, послезавтра еще с вами побуду. Люблю, целую вам. Счастья и любви. Пока. Побежала к подружкам. Дальше прибухивать. Да, надо себя любить больше, чем мужа. Как вы не поймете себя больше, чем детей, себя больше, чем мужа. Всегда немножечко больше. Чуть-чуть. Я не говорю, что полностью. Немножечко больше. Понимаете? На первом месте всегда должны быть вы у себя, а потом все остальные. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok